В городском конкурсе робототехника воспитанники детских садов участвуют второй год подряд. Тогда за победу боролись пять команд. В этот раз к конкурсу присоединились ещё два детских сада. Конкурс состоял из нескольких этапов. На заочном этапе ребята представляли свои видеовизитки. Следующий этап прошёл на базе детского сада номер 37. Командам предстояло проявить свои способности в нескольких конкурсах. Первый – собрать определённый механизм правильной последовательности на время и запрограммировать его. Следующий конкурс – творческий. Участникам нужно было доработать механизм и сделать полноценную модель, придумать ей историю и защитить свой инженерный проект перед жюри. Усокие баллы команда получали за оригинальность, правильно использованную терминологию, навыки программирования. Представляем вашему вниманию модель, но на вот для его создания мы взяли моторчик, смарт-хат. По итогам конкурса победила команда детского сада номер 31. Ребята старательно готовились к состязанию, продумывали идеи каждой модели, тренировались в сборке и программировании. Думали, какие будут постройки каждого механизма. Думали, придумали. Думали, придумали космическую станцию, трейлер и робот-помощный компот. Мы старались, делали, работали дружно и в итоге у нас все получилось. По словам жюри, все команды справились с заданиями на хорошем уровне. 50% детских садов города оснащено специальным оборудованием для обучения детей азам робототехники. Надеемся, что в следующем году будет еще больше участников, потому что у нас практически 50% детских садов проводят эту работу. Обучают детей робототехники. Закуплено оборудование, обучены педагоги и дети осваивают азы робототехники в детском саду. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.